Окей, еще раз. Когда вы говорите последнюю буква Ч, сначала поднимай язык, потом вперед с воздухом, как Ч. Хорошо? Но, если вы не можете заметить разницу в этих буквах, или не можете точно правильно, то я вам хочу рекомендовать вам, полизуйте своей головой. Например, когда вы говорите второй буква Ч, двигай свою голову назад. А когда вы говорите Ч, двигай свою голову вперед. Как Ч, Ч, Ч. Поднимай язык, потом Ч, Ч, Ч. Так. Ладно, я уже знаю, это немного смешно, но на самом деле это очень полезно для практики. Хорошо? Поэтому, когда вы практикуете, и чувствуете сложно, празднуете точно эти буквы, то двигай свою голову. Как Ч, 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 Ч. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Сейчас лучшее чем раньше, но еще у вас есть ошибок. С, этой, эти буквы. О, О. К сожалению, у вас нет, у русского языка эта буква нет. Поэтому, что произносите точно эта буква очень сложная для вас. Тогда как вы можете произносить точно ЭЧ? Полизуйте свою губу. А когда вы говорите, празднуете эта буква форма губы шире. Шире. А когда вы говорите, эта буква форма губы вокруг. Хорошо? Так. О, У. О, У. Это О, У. О, У. О, У. Так. Хорошо. Тогда еще раз. Попробуй прочитать это выражение. Хорошо. Сейчас лучшее. Вы говорили лучшее чем раньше. Просто вам нужно дальше практика. Окей? Чтобы точно и хорошо произносите на корейском. Хорошо? Окей. Сегодня я объяснил о произношении этой выражения. Потому что много, как я уже сказал, много русских людей очень много произносят, когда они говорят это слово. Просто желательно читать это слово. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok